Мы продолжаем программу тема дня. Веду ее я, Александр Гурарье. 2015 год заканчивается, у нас вторая половина ноября, но до сих пор наша страна живет без государственного бюджета. То есть на 2015 год бюджета до сих пор нет. Колоссальнейшие баталии разворачиваются в Кнессете. Вот-вот-вот должны принять новый бюджет. Завтра будет голосование. О том, что происходит вокруг этого бюджета, о сражениях, о битвах, о трагедиях вокруг голосования за бюджет, мы поговорим с депутатом Кнессета от партии Ешатит Константином Развозовым. Здравствуйте, Костя. Здравствуйте, Александр. Константин, что происходит? Происходит, честно говоря, просто абсурдная ситуация. Тот бюджет, который сегодня правительство проводит, я думаю, что мне удалось присутствовать на нескольких бюджетах. Я видел, как строятся бюджеты, я понимаю, что такое коллекционное соглашение и понимаю даже политические интересы. Но когда бюджет становится, или пункты бюджета становятся полностью абсурдом, то я даже не знаю уже, потому что это действительно смешно. А что вы имеете в виду? Что значит абсурдные? Абсурдные. Ну, например, 8 миллионов шекелей выделены министру по делам религии в качестве призового фонда. Призовой фонд министра по делам религии. Секундочку, они там собираются Олимпиаду устраивать или что? Зачем? Ну, это типа Олимпиады, чтобы вы поняли. Миллион триста это бюджет Министерства спорта, призовой бюджет, призовой фонд Министерства спорта. Спортсменам, которые участвовали участники чемпионатов мира Европы, которые вернулись с призами, поднимали флаг Израиля во всех странах мира. На них выделяется миллион триста, на призовой фонд министра по делам религии 8 миллионов шекелей, когда мы понимаем, кто эти деньги получит. И за какие успехи? И за какие успехи, это точно. 6 миллионов шекелей, которые благодаря партии ШАС вырастят на 9 миллионов шекелей, идут на религиозные и духовные связи. Что такое религиозные и духовные связи? О каких связях мы говорим за 9 миллионов шекелей? Это просто абсурдный пункт. Еще один пункт. 4 миллиона шекелей пойдут на программу плодородия согласно религии. И когда это мне уже очень понравилось, я решил узнать поглубже, что такое программа плодородия согласно религии. Оказывается, это 4 миллиона шекелей, которые идут на раввинов, которые будут сопровождать тех женщин, у которых есть проблема с плодородием, в больницу, в государственную больницу. И там, где не получат именно этот сервис, они получат за деньги государства. Это просто эти деньги на сопровождение раввина. Теперь, кто будет выбирать раввина, будет создана комиссия. Я хочу понять, как они соберут комиссию среди ноября, до конца этого года, чтобы потратить эти деньги. — Секундочку, я хочу понять, то есть раввин будет сопровождать женщину, у которой есть проблемы, у нее есть проблемы, она не может родить, он ее будет сопровождать в больницу и там оказывать ей духовную поддержку? — Скорее всего, духовная поддержка, наверное, поэтому к этим 4 миллионов шекелей добавляется 9 миллионов шекелей от духовных связей. Поэтому эти пункты, я вам честно говорю, я говорю это с улыбкой, но мне хочется плакать, потому что это бюджет страны, бюджет страны, это адженда страны на 2 года. В этой адженде, во-первых, помимо того, что я уже сказал, до 6 миллиардов шекелей, которые в коллекционных соглашениях, вот эти 613 миллионов, которые способом вымогательства просто вытащили из казны, и каждый второй пункт идет на дела религии. Почему он идет на дела религии? Потому что, когда ты даешь деньги религиозным, то, соответственно, у тебя уже есть группа людей, которые легко привести на выбор, очень просто. Поэтому они знают, кому давать эти деньги. То есть, получается, что деньги сейчас, вот миллиарды шекелей, перетекают из карманов тех, кто платит налоги, из карманов налогоплательщиков, в карманы тех, кто налоги не платит и платить не собираются? Это точно. Они не платят, не собираются платить. Большая, действительно, очень большая часть бюджета уходит туда. И вы правильно отметили, то, что они не собираются платить эти налоги, потому что они не собираются работать. Они об этом громко заявили и вчера показали своим голосованием. То, что правительство вчера проголосовало против закона о равных распределениях гражданских обязанностей, и она показала, что она знала, чтобы большой сектор населения не служил в армии, и, конечно же, потом не вливался в рынок труда. То есть, надо пояснить, что речь идет об отмене законов, которые обязывают учащихся ЕШИВ, религиозных учебных заведений, служить в армии. То, что было достигнуто прошлым правительством, сейчас все это уничтожено. Да, в том правительстве мы действительно сделали поправку, провели закон, который 60 лет все об этом говорят, потому что 60 лет назад, когда Бен-Гурион нескольким одаренным ученикам Тары дал освобождение от армии, никто не думал, что за 60 лет это превратится в огромнейший сектор, который живет за счет государства, не собирается служить в армии. Константин, а что поделаешь, если количество одаренных юношей растет не по дням, а по часам? С этим ничего не поделаешь? Светлые мозги. Да, мы очень рады этому, но в конце концов кто-то должен работать, кто-то должен платить налоги, как в Америке, в Бруклине. Я думаю, что есть не менее количество ультра-ортодоксального сектора, но они все работают и все учатся. Тора и работа, это идет вместе. И в принципе, под каким предлогом они отменили закон? Сначала они все говорили о уголовных санкциях, хотя это было неправильно, это была ложь, потому что уголовные санкции действуют на всех. Если бы я не пошел в армию, то я бы сидел в тюрьме, если бы мои дети не пойдут в армию, им придется сесть в тюрьму. Точно так же и ультра-молодым ультра-ортодоксам, это уголовные санкции на всех, это равное распределение гражданских обязанностей. Но когда они поняли, что они не пройдут в Верховный суд, потому что это дискриминация, почему мои дети, если не будут призываться, да, на них будут уголовные санкции, а на других нет, то они просто перенесли этот закон на 7 лет, очень просто. И самая абсурдная ситуация, это что закон работает. В этом году на 40% больше молодых ультра-ортодоксов вышли в рынок труда, влились в работу, начали работать, платить налоги. И есть в этом году рекордное число призывающих в армии, 2300. А почему, на ваш взгляд, духовные руководители религиозной общины сопротивляются тому, чтобы юноши из религиозных семей шли служить в армию, ну и как в дальнейшем выходили на рынок труда, работали, вели активную жизнь? Ответ очень простой, так как, действительно, молодые ультра-ортодоксальные ребята, я с ними тоже часто общался, они сами хотят вылезти из нищеты, хотят жить нормально, они хотят жить в многодетной семье в однокомнатной квартире и жить на дотацию от страны, которая, в принципе, она относительно мизерная, и учиться... Ну, там еще пожертвования есть, все возможное. Помимо того, что это дотация, у них очень много льгот, они не платят арно, но они не платят за школу, они не платят за садики, они ничего не платят. И в общем, этот пакет, он стоит очень много денег государству, но они хотели бы работать. И тот, кто не хочет, чтобы они работали, это, конечно же, политики. Почему? Почему? Потому что им выгодно, когда их народ живет в нищете, когда они в нищете, они вместе, они все в одной ешиве, они все учатся, их легко взять, привезти на выборы. Просто автобусы, и раз привезти на выборы, они, действительно, у них очень высокий процент, избирательный процент, они 100% идут и голосуют, это раз, опять же, действием того, что их привозят на автобусах, и легко их собрать, два, они через эти ешивы, они получают очень много бюджета. Они на каждую ешиву, у меня здесь только в бюджете, опять же, несколько сот миллионов шекелей уходят на открытие религиозных учреждений. Часто эти учреждения даже не открываются, даже такого адреса нет, но деньги на них ушли, поэтому легко, и чем больше их будет, и тем больше они голосуют, это выгодно политикам ультра-ортодоксальным, поэтому они за это воюют. Я не думаю, что весь религиозный народ, ультра-ортодоксальный народ, он за это. То есть происходит распил бюджета, тот, кто сидит на этом сам, на кранике и распределяет вот эти блага, то есть мы это прекрасно помним по нашей жизни в Советском Союзе, система распределителей, те, кто распределяет блага, те, значит, тот может, соответственно, диктовать свою волю и каким-то образом манипулировать своей паствой. То есть такое происходит и у нас. Такое происходит у нас, это происходит в открытую, все об этом знают, и действительно партия, единственная партия, вот Ешатин, мы в той каденции пришли, и мы поняли, чтобы сделать какое-то изменение, ультра-ортодоксальным партиям нельзя быть в коалиции, чтобы первый раз провести этот закон, мы смогли создать коалицию без ультра-ортодоксальных партий, действительно провели те законы, забрали деньги в те же Ешевод, половину бюджета Ешевод просто урезали, и пошла тенденция, они начали выходить в работу, они меньше начали находиться в Ешевод. До сих пор, когда мы пришли, было два инспектора, которые проверяли, действительно учатся они там или нет, мы увеличили эту цифру на 50 инструкторов, которые ходили, потому что это все равно намного-намного-намного дешевле. То есть происходил распил бюджета, то есть совершенно нормальная, понятная нам ситуация. Да, это нормально, и все это понимают. К сожалению, когда Наталья ушел на развал правительства, он уже подписал договор с этими партиями, потому что он понимал, что это естественный коалиционный партнер, который будет голосовать за все, лишь бы ты ему дай деньги. За деньги будет голосовать за все. Константин, последний вопрос очень коротко. Ваше мнение, бюджет завтра пройдет? Да, бюджет пройдет, потому что опять же есть 61 голос у коалиции, они соберут всех, оппозиции 59, хоть и голосование будет, скажем так, плечом к плечу очень тесное, но в конце они проведут этот ужасный бюджет без адженды, без будущего для этой страны. И я думаю, что этот бюджет пройдет, но следующего бюджета уже не будет. Подождите, но в чем трагедия? Вы так трагично говорите, что они проведут этот ужасный бюджет без адженды, это ужас для страны. Бюджет, который будет действовать 35, ну 40 дней. Нет, этот бюджет будет действовать 2015-2016 года. А, он двойной, но 2015-й это практически закончился. То есть мы говорим только про 2016-й. Да, мы говорим про 2016-й год. Но там еще могут быть изменения. Но в 2016-м году уже столько денег просто отдали, отдали, я не знаю, как сказали, как это назвать, но просто отдали себе секторам, а не налогоплательщикам, не люди, которые платят. И я думаю, что этот бюджет пройдет. Следующего бюджета просто, скорее всего, не будет, потому что денег в казне не осталось. Все, что можно было раздать, они раздали сейчас. И даже Минфин, который говорит, что прошлый министр финансов, Яир Лапид, оставил им бюджет с добавкой, было в бюджете 10 миллиардов шекелей, которые добавка была социальным министерством, министерство социообеспечения, министерство образования. Даже на министерство безопасности там была большая добавка. То сегодня не хватает денег на коррекционные соглашения. Они просто распилили, раздали весь бюджет, и денег в казне не осталось. И все чиновники Минфина сегодня рвут волосы на голове, потому что не знают, как рулить сегодня этой страной. Ну ничего страшного, ведут новый налог, и бюджет не пострадает. Скорее всего, мы все с вами заплатим за... Спасибо. С нами на связи был депутат КНЕС, это от партии Ешатит, Константин Развозов. А мы переходим к следующей теме нашей программы.